Книга Исход, первая глава. Вот имена сынов Израилевых, которые вошли в Египет с Иаковом. Вошли каждый с домом своим. Рувим, Симеон, Левий и Иуда, Иссахар, Завулон и Вениамин, Дан и Нефалим, Гад и Асир. Всех же душ, происшедших от чресла Иакова, было семьдесят, а Иосиф был уже в Египте, и умер Иосиф, и все братья его, и весь род их. А сыны Израилевы расплодились и размножились, и возросли, и усилились чрезвычайно, и наполнилась ими земля та. И восстал в Египте новый царь, который не знал Иосифа, и сказал народу своему. Вот, народ сынов Израилевых многочислен и сильнее нас, и перехитрим же его, чтобы он не размножался. Иначе, когда случится война, соединится и он с нашими неприятелями, и вооружится против нас, и выйдет из земли нашей. И поставили над ним начальников работ, чтобы изнуряли его тяжкими работами, и он построил фараону Пифом и Рамсес, города для запасов. Но чем более изнуряли его, тем более умножался и тем более возрастал так, что опасались сынов Израилевых. И потому египтяне жестокостью принуждали сынов Израилевых к работам. И делали жизнь их горькою, от тяжкой работы над глиною и кирпичами, и от всякой работы полевой, и от всякой работы, которые принуждали их жестокостью. Царь Египетский повелел повивальным бабкам евреянок, из коих одной имя шифра, а другой фуа, и сказал, «Когда вы будете повивать у евреянок, то наблюдайте при родах, если будет сын, то умершляйте его, а если дочь, то пусть живет». Но повивальные бабки боялись Бога и не делали так, как говорил им царь Египетский, и оставляли детей в живых. Царь Египетский призвал повивальных бабок и сказал им, «Для чего вы делаете такое дело, что оставляете детей в живых?» Повивальные бабки сказали фараону, «Еврейские женщины не так, как египетские, они здоровы, ибо прежде, нежели придет к ним повивальная бабка, они уже рождают. За сие Бог делал добро повивальным бабкам, а народ умножался и весьма усиливался. И так как повивальные бабки боялись Бога, то Он устроял домы их». Тогда фараон всему народу своему повелел, говоря, «Всякого новорожденного у евреев сына бросайте в реку, а всякую дочь оставляйте в живых». Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok